Привет, ребята! Я Савинка Пеппа. Сегодня мы с вами будем читать очень интересную сказку, которая называется «Петушок-золотой гребешок». Присаживайтесь поудобнее и давайте начнём читать! Петушок-золотой гребешок Жили-были кот, дрозд и петушок с золотой гребешок. Жили они в лесу в избушке. Кот да дрозд уходят в лес дрова рубить, а петушка одного оставляют. Уходят из дома, строго-настрого наказывают. Мы пойдём далеко, а ты оставайся домовничать. До голоса не подавай, дверь никому не отворяй, а когда придёт лиса, в окошко не выглядывай. Проведала лиса, что кота и дрозда дома нет, прибежала к избушке, села под окошко и запела «Петушок, петушок, золотой гребешок, Масленоголовушка, шёлково-бородушка, Выгляни в окошко, дам тебе горошку!» Любопытный петушок не послушался кота до дрозда, взял да и выглянул в окошко. Лиса схватила его и понесла в свою нору. Закричал петушок «Несёт меня лиса за тёмные леса, За быстрые реки, за высокие горы! Кот и дрозд, спасите меня!» Кот и дрозд услыхали, бросились в погоню, Отняли у лисы петушка. В другой раз кот и дрозд пошли в лес дрова рубить и опять наказывают. «Петушок, когда придёт лиса, Не выглядывай в окошко, Мы ещё дальше в лес пойдём, Не услышим твоего голоса!» Они ушли, а лиса опять прибежала к избушке и запела. «Петушок, петушок, золотой гребешок, Масленоголовушка, шёлково-бородушка, Выгляни в окошко, дам тебе горошку!» Петушок сидит себе да помалкивает, А лиса опять. Бежали ребята, рассыпали пшеницу. «Курицы клюют, петухам не дают». Петушок не утерпел и выставил голову в окошко. «Ко-ко-ко, как не дают!» Лиса схватила его в когти и понесла в свою нору. Закричал петушок. «Несёт меня лиса за тёмные леса, За быстрые реки, за высокие горы! Кот и дрозд, спасите меня!» Кот и дрозд услыхали, бросились в погоню. Кот бежит, дрозд летит. Догнали лису, кот дерёт, дрозд клюёт. Отняли петушка. Долго ли, коротко ли, Снова собрались кот да дрозд дрова рубить. Уходя, строго-настрого наказывают петушку. «Не слушай лису, не выглядывай в окошко, Мы ещё дальше уйдём, не услышим тебя!» И отправились кот да дрозд далеко в лес дрова рубить. Только они ушли, а лиса тут как тут. Села бодокошечка и поёт. «Петушок, петушок, золотой гребешок, Масляно-головушка, шёлково-бородушка, Выгляни в окошко, дам тебе горошку!» Петушок слушает лисицыну песенку, Сидит себе да помалкивает. А лиса опять. Бежали ребята, рассыпали пшеницу, Курицы клюют, петухам не дают. Петушок всё помалкивает. А лиса опять. Люди бежали, орехов насыпали, Куры-то клюют, петухам не дают. Тот петушок не утерпел. «Ко-ко-ко, как не дают!» Лиса схватила его в когти И понесла в нору. За тёмные леса, за быстрые реки, За высокие горы. Сколько петушок не кричал, Не звал своих друзей, Кот и дрозд далеко в лес ушли, Не услышали его. А когда вернулись домой, Петушка-то и нет. Побежали кот и дрозд по лисицыным следам. Кот бежит, дрозд летит. Бежали они к лисицыной норе. Кот настроил гусельцы, И давай натренькивать. Трень-брень гусельцы, Золотые струночки. Гища-дом или ли сафья кума? В своём тёплом гнёздышке? Лисица слушала-слушала песенку И говорит. «Дай-ка посмотрю, Кто это так хорошо на гуслях играет, Сладко напевает». Взяла да и вылезла из норы. Кот и дрозд лисицу схватили И давай бить-колотить. Били да колотили, Покуда рыжая плутовка ноги не унесла. Взяли кот и дрозд петушка, Посадили в лукошко и принесли домой. И с тех пор стали жить-добыть, Да и теперь живут. Вот и сказочке конец. А кто слушал, молодец. Какая интересная сказка! И она нам рассказывает о том, Что нужно слушаться взрослых. Если вам понравилось это видео, Ставьте пальчики вверх И подписывайтесь на наш канал. Пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»!